Всем привет! Сегодня рассмотрим линейку экстремальных спальников американского бренда Nordface Inferno. Эти спальники представлены в двух модификациях для температуры минус 40 градусов и минус 29 градусов Цельсия. Сразу скажу, что они отличаются только лишь количеством утеплителя и соответственно температурой использования. Теперь сравним их по весовым характеристикам. Итак, спальник Inferno 40 в Ростовке Лонг весит 2 килограмма 100 грамм с учетом компрессионного чехла и сумки для хранения. И спальник Inferno 29 с учетом компрессионного чехла и сумки для хранения весит 1 килограмм 865 грамм. Отмечу, что и тот и другой спальник у нас представлен в Ростовке Лонг. Сразу скажу, что это одна из самых популярных Ростовок, поскольку сон на высоте сопряжен не только с использованием теплых спальников, но также с использованием двухслойных ботинок, которые, как правило, внутренники которых сушат внутри спальника. Для этого спальник больше длины подходит гораздо лучше. Спальники идентичны по конструкции, как я и говорил. Рассмотрим более подробно версию Inferno 40. Спальник комплектуется компрессионным мешком, который позволит уменьшить его объем и имеет высокую детализацию, которая позволит вас комфортно спать даже на большой высоте. Важно, что при использовании экстремальных спальников, а если вы задались задачей совершить высотное восхожение, то вероятнее всего имеете большой опыт сна в спальниках и в целом туризма. Сон на большой высоте сопряжен с образованием конденсата в палатке и, соответственно, как следствие, то, чего боится большинство пользователей, это намокание утеплителя, а именно пуха. В спальнике Inferno зона спальника, которая повышенно сопряжена с соприкосновением с краем палатки. Здесь она в данном случае имеет прострочку. Это зона пяток, зона таза, зона лопаток и зона головы. Она дополнительно утеплена синтетическим утеплителем, который менее прихотлив к уходу и меньше слеживается, и также греет даже в случае намокания. Остальной спальник имеет полностью пуховое утепление. Это один из ваших показателей отличительной черты экстремального спальника. Спальник Inferno имеет центральную молнию, которая расстегивается на одну-вторую длины, что, соответственно, также исключает теплопотерю через зону молнии. При этом хочется обратить внимание, что молния также двухходовая, но нижняя собачка расстегивается только из внутренней части спальника. При этом есть нюанс. На внутренней части спальника имеется стропа-предохранитель, которая исключает самопроизвольное расстегивание молнии во время сна. То есть эта молния позволит нам осуществить проветривание, если в спальнике стало жарко и если мы спим на меньшей высоте. Молния дублируется валиком, который исключает миграцию тепла и специальной накладкой, которая предотвращает попадание подкладки в зону молнии. Верхняя часть капюшона имеет кулису, которая позволяет регулировать плотность притягивания кромки капюшона в зоне лба и в зоне подбородка. При этом, в отличие от спальников, рассчитанных на туристическое использование, экстремальный спальник имеет дополнительный валик в зоне лба и в зоне подбородка для увеличения плотности прилегания и исключения миграции тепла из внутреннего контура спальника. Кулисы здесь две, поскольку центральная молния и чтобы регулировать плотность прижатия с двух сторон нижней кромки подбородка. Внутренний валик капюшона имеет вставку из флисового материала, который также добавляет комфорта, что очень важно при использовании на большой высоте, когда наше пребывание сопряжено с постоянным воздействием солнца и мороза и для того, чтобы не травмировать обветренную кожу, здесь используется вставка из флиса. Собачка имеет флюоресцентную накладку, которая позволит найти вам молнию в темноте и легко расстегнуть ее, даже если ваши руки находятся в перчатках. Внутренняя часть спальника имеет карман на молнии, туда можно разместить фонарик либо телефон, поскольку внутри спальника сохраняется постоянная температура и аккумулятор будет меньше разряжаться. Этот спальник использует утеплитель 800 Fill Power из линейки Pro в соотношении пуха к перу 90 на 10, что позволит, не достигая большого веса, иметь высокий объем, а как следствие высокую термоизоляцию для использования на большой высоте. Как и все пуховые спальники, он требует обязательной просушки, для этого на нижней части спальника имеются петли, за которые вы можете подвесить спальник для осуществления просушки. Достигайте новых высот, пользуйтесь правильным снаряжением, спите комфортно.